Харизма – это божественный дар благодать, вообще-то. В теологии это исключительно душевное свойство, которое дается Богу. И поэтому есть выражение «харизматический лидер». Но в настоящее время этот термин девальвировался и происходит рутинизация харизмы. То есть этот термин употребляется в значении. Итак, даю вам определение. Харизма – это божий дар, это благодать. Это особый дар, который дается Богу. Но сейчас есть такое выражение «харизматический лидер». Действительно ли это человек, имеющий харизму? Это девальвировалось, когда деньги обесцениваются. Происходит рутинизация харизмы. И этот термин, записывайте, употребляется в значении «исключительная удачливость», «способность воздействовать на окружающих». Однокоридные слова «харизматик», то есть человек, обладающий харизмой, и «харизматический», наделенный харизмой. Харизматическая власть, записываем, это все надо записывать. Однокоридные слова «харизматик», то есть человек, обладающий харизмой, и «харизматический», наделенный харизмой. Харизматическая власть – это власть, основанная на преданности лидеру, которому приписывают высокие, почти мистические качества. Харизматическая власть – это власть, основанная на преданности лидеру, которому приписывают высокие, почти мистические качества. Да? Записали? Харизматическая власть – это власть, основанная на преданности лидеру, которому приписывают высокие, почти мистические качества. Но обычно под харизмой считают способность человека убеждать и вести за собой. Да? Способность человека убеждать и вести за собой. Как мы можем определить, что это не является Божьим даром? Ну, конечно, все способности человека от Бога, правда? Есть у людей больше способностей к лидерству, у других есть меньше способностей к лидерству. Я сейчас не об этом говорю. Как мы можем определить, что харизма такая не является Божьим даром? Значит, ну, во-первых, мы видим, значит, результат, куда ведет этот лидер, да? Всякий лидер, всякий пророк, который тебе указывает кого-либо против Бога, да? Или вводит тебя от Бога, это не является истинным пророком. Во-вторых, такая харизма всегда относительна. Вот. Кто-то может обладать харизмой в определенной ситуации, над определенными массами, но с другими людьми он не будет обладать такой харизмой, да? Вот. Этим отличается от дара. Харизма вырабатывается в определенном смысле политического лидера. Вот, например, такой харизмы. Это Адольф Гитлер, да? Адольф Гитлер был очень застенчивым человеком. Он был очень застенчивым человеком. Он стеснялся людей, он стеснялся аудитории. И учитывая того, что у него были еще речевые нарушения, он задыхался, ему было трудно произнести больше двух-трех слов подряд. Почему? Потому что после Первой мировой войны он был отравлен газами. Он бомжевал где-то длительное время, почти до 23-го года после окончания Первой мировой войны. Вот. Вел довольно такой... Ну, не бомжевал в таком смысле, как мы говорим, а скорее в таком смысле, как хиппи. Хиппи, знаете, да? Ну, вот Гитлер был типичный хиппи. И вот однажды он лечился в Мюнхене в результате осложнения вот этой своей рягочной недостаточности. И там он повстречался с людьми, которые посоветовали ему пойти на курсы. На курсы лидеров. Сейчас много таких курсов. Много таких курсов. И есть, можно, и литературы почитать. Я уже не говорю про саентологов. Они вас быстренько на такие курсы отправят. Ну, даже и у христиан такие курсы есть, да? И посмотришь на эти курсы, и думаешь, а что ж тут божьего? Тут типичная психология. Я как врач, как психиатр, как психолог. Я не вижу тут ничего божьего. Тут все принципы мирские. Все мирские принципы. Просто под божьим знаменем, да? Вот под таким знаменем и поставили товарища Гитлера. Это было еще оккультное такое общество. Называлось Ультиматулы. Последняя земля. Но у них был такой пунктик, что где-то существует возле Северного полюса место, где нет льдов. И там живут особо арийские там люди. Суперчеловеки. И так далее, да. И от них произошло вот это все человечество, да. Короче, вот они в это верили. Ну, и когда он прошел вот эти все курсы, у него появилась замечательная харизма. И вы помните, каким он был оратором? Я, правда, не понимаю немецкого языка. По-моему, он был простой истериком. Но вы знаете, некоторые лидеры харизматические, в том числе и церковные, тоже нечто подобное как-то эмоционально говорят. Но это заводило людей. Это был такой драйв. Что всякий, кто послушал его пять минут, он уже становился как бы зомбированный. Это не может быть просто обычно, да. Вот видите, чем отличался, например, Сталин. Вот. Был такой термин. Термин ВОКС изобрел. Кстати, еврей. Он находился, был инженер в Кремле, в охране товарища Сталина. Он, кстати, придумал этот термин ВОКС, что если кто-то проходит мимо, да, сигнализатор начинает гудеть. А потом уже музыкальный инструмент на основе этого. Вот этот инженер термин, Бехтерев и Дуров, сын первого Дурова. Вот, значит, первый Дуров, он тоже обладал очень сильным гипнотическим даром. И вот эти его вещи с животными, и вещи его с животными, которые он делал, вот этот дедушка Дуров, это он просто мысленно приказывал животными. Они подчинялись его мысленным приказам. И это конкретно происходило. И, кстати, мало кто знает, что Дуров занимался с животными, которые, с морскими львами, которые должны были подводить снаряды под корабли. Но какой-то диверсант отравил всех этих животных. Это было в Первую мировую войну. И на этом дело закончилось. И вот, значит, его сын, и он, значит, вот этим делом занимались. И вот Бехтеров, вы помните, он тоже погиб при таинственных, в общем-то, обстоятельствах, да? Дуров и Дуров, и термин, они разработали особую систему, ну, как у нас 25-й кадр. Но это осуществлялось через фонд. Радио. Везде были радиоточки включены, да? И вот массовый вот этот гипноз шел через радиоточки. Вроде того, как сейчас происходит или телевизором. Не зря Ленин говорил, из всех искусств ведущих для нас является кино. Если бы Ленин жил в наше время, он бы сказал, из всех искусств важнейшим для нас является, что? Телевидение, да? Телевидение. Это страшное средство для гипноза и оболвания масс. Но, в отличие от Сталина, который пользовался определенными физическими вещами, да? Гитлер обладал личной, сильной, очень такой вот харизмой, которую в результате оккультных занятий вот на этих курсах он приобрел. Видите, как интересно? Итак, эта харизма, она дается Богом или она приобретается? Она приобретается, видите? Значит, первое, значит, харизма. Значит, это как способность человека убеждать, вести за собой. Но куда вести, да? Богу или от Бога? Во-вторых, всякая харизма всегда относительная. Я имею в виду, не Божья харизма. Есть определенные харизмы для определенной аудитории. И есть харизма, которая выработана или получена, да? В результате каких-то бесовских сил. В результате каких-то бесовских сил. Хорошо. Значит, о характеристике мирового лидера или лжи-мессии мы можем видеть из Даниила 2 главы 1 по 49 стих, Даниила 4 глава с 1 по 34 стих, Даниила 7 глава с 1 по 28 стих, Даниила 9 глава с 1 по 27 стих, Матфея 24 глава с 1 по 31 стих, Так, первое все касается Даниила, да? Вторая, четвертая, седьмая, девятая главы. Пятая, 8 отрывков тут есть, которые говорят о свойствах антихриста. Матфея 24 глава с 1 по 31 стих, Второе, Фессалоникийцев, вторая глава с 1 по 12 стих, Первое, Иоанна, вторая глава, 18 стих, Двадцатый стих и четвертая глава, третий стих. Седьмой отрывок, да? Второе, Фессалоникийцев, шестой отрывок. Вторая глава с 1 по 12 стих, Седьмая часть, это первое, Иоанна, вторая глава, Восемнадцатый, двадцатый стих и четвертая глава, третий стих. И последнее откровение с 11 по 19 главы. Какие же свойства будут? Первое, лжи-мессия, это человек, обещающий решить проблему голода И положить конец хаосу в этом мире. И ему удастся это сделать? Помните, Гитлер, когда пришел к власти? После кризиса 30-х годов. Вполне возможно, что после этого нашего кризиса, Который сейчас идет и назревает, И если он будет углубляться, И если он захватит всю землю, То не исключено, Я еще раз не говорю, что обязательно, да, Придет личность, которая решит Все вопросы этого кризиса. Да, ну, многие страны живут так, что они уже в кризисе, Мы это так чувствуем, Америка еще мало чувствует, Но скоро почувствует, да. И когда это все распространится по всему миру, Придет человек, который скажет, Вот, у меня есть решение проблемы. Все обрадуются, правда? Вот. Это человек, обещающий решить проблему голода, Положить конец хаосу в этом мире. Второе. Им будет восстановлено мировое царство. Им будет восстановлено мировое царство. Что такое мировое царство? Значит, царство Мессии будет распространяться Не только на Россию, Или на систему социализма. Большинство стран мира, да, Решающее большинство, А может быть, даже и все страны, Они будут находиться под его властью. Второе свойство. Им будет восстановлено мировое царство. Он будет править... Третье. Да, третье. Он будет править якобы от имени Бога, Но в действительности от чего имени? Своего или от имени сатаны. Фактически. Черты его характера. Черты его характера. Дерзкий, хитрый, предатель, Интеллигент, проницателен, горд. Дерзкий, хитрый, предатель. Это Даниила 8 глава 23 стих И Откровение 18 глава 12 стих. Интеллигент, проницателен, горд. Даниила 8 глава 25 стих. Да, дерзкий, гордый и проницательный. Интеллигент. Интеллигент или теоректуал. Следующее качество. Откровение 13 глава 6 стих. Он будет богохульствовать. Что значит богохульствовать? Значит, богохульство, если будет он говорить против Бога, да? Или богохульством мы видим, что называли, Когда Ишуа говорил, что он есть Бог, да? Что он объявит себя Богом. И что он есть Бог. Например, из Чингисхана, последний фильм мы видели, да? Тимучин объявил, что он одна из трех личностей. У них тоже, оказывается, в монголах было три личности божества. Одна из трех личностей божества, которая называлась Чингисхан. Значит, богохульствовать. Либо то, что он будет против Бога говорить, Либо то, что он объявит себя Богом. Скорее всего, по происхождению, он будет либо еврей, Либо иметь еврейские корни, да? Но это мы не считаем обязательным, но скорее всего. И есть название Бензама, сын блудницы, да? Сын блудницы, Бензама или сын блуда. Да, Бензама, сын блудницы или сын блуда. Седьмое, он обманет многих избранных. Мы есть община избранных. То, что он обманет неверующих, это само собой, это не проблема. Вся проблема, что очень многие в церкви, а может и большинство верующих, что будут? Обмануты. Седьмое, он обманет многих избранных. Матфея, 24 глава, 24 стих. Восьмое его качество. Он будет делать чудеса, удивляя людей. Он будет делать чудеса. То есть, его явление будет множественными чудесами и знамениями, да? Он будет делать чудеса, удивляя людей. Мы сейчас видим много разных чудес, знамений и так далее, да? Но некоторые говорят, что чудеса – вот это свидетельство Божьей силы. Чудеса – это свидетельство силы. А Божьей или не Божьей, мы не знаем, да? Это свидетельство какой-то силы, нарушающей естественный порядок. Хотя, всякое чудо, оно запланировано Богом еще до создания мира. Так говорит еврейская молодость. Итак, он будет делать чудеса, удивляя людей. Дальше. Он сделает свой образ и заставит поклоняться себе. Очень интересно, что в Откровении есть две личности. Одна личность заставит образ и заставит поклоняться себе, да? А другая будет заставлять поклоняться образу зверя. Мы помните, говорили, что всякое пророчество, все, что происходит, имеет скорлупу, желток, да? Белок, как бы несколько структур. Поэтому некоторые вещи уже происходили. Когда Ленин любил кино, помните, я говорил, есть много фильмов были с Лениным о Ленине, да? А Сталин, он что сделал? Он заставил поклоняться этому живому, якобы, образу, который может говорить. Ну, просто это было написано для людей того времени, которые не знали во времена Библии, не говорили, что такое кино, да? Они не понимали, но образ, который будет говорить. И будет что, двигаться, и все будут реально видеть. И он создаст что? Поклоняться этому образу первого зверя. Похоже то, что сделали Сталин и Ленин? Очень похоже, да? Да. И делают различные образы, да? Вот мы фильм про Маргарита Тэтчера смотрели, как ей сделали образ. Видели, да? Она вообще темноволосая, такие вылупленные слегка глаза, на еврейку похоже. Но сделали из нее блондинку. Вот. И сделали из нее такую вот деловую женщину. И она все время от этой своей шляпки до самого конца своей жизни. В 30 лет она занималась политической деятельностью. В 33 года была депутатом от одного и того же округа. Потом стала премьер-министром. Или взять Юлию Тебошенко. Вы знаете, что этот образ, который у нее есть сейчас, это совершенно она на него не похожа. Гитлеру сделали образ. Гитлеру сделали образ. Вы знаете, что у Гитлера был сын, да? И Гитлер развлекался тем, что вот эти первые годы, у него эти усики, пока они у него не отросли, это была часть его образа. У него были усики, такие, что он наклеил на лоб и игрался со своим сыном. А то смеялся над папой, понимаете? Вот. Он очень любил, кстати, своего сына Гитлера. То есть вот эти усики, это все образ, который ему создали. Потому что это подходило. Ленин. Вы знаете, что до того, как он проехал в Россию и стал там на броневике, он носил котелок буржуйский. Но кто-то ему сказал, что буржуйский котелок, товарищ Ленин, не соответствует пролетарскому образу. После этого он стал носить хасидский головной убор, именно ему кепка. Вы знаете, что кепку придумали хасиды. И одна группа хасидов как раз именно носила кепки. Да, вот именно, с этой петлицей. То есть все образы, они создаются. Да, создаются. Как-то мы посмотрим фильм с вами, как искусство сотворило мир. И там, оказывается, как создали образ Бушу. Вот то, что его избрали на второй раз. Грязинская, это исключительно благодаря работе определенной группы людей. И этот фильм показывает, как нарабатывался этот образ. Да, да. То есть определенный образ, да, и этот образ действует. И этот образ как бы живет и продвигает носителя своего образа. Да. Так, девятое. Он сделает свой образ и заставит поклоняться себе, да. Десятое. Он сделает свой образ, который будет говорить, возможно, здесь идет о выступлении по телевидению, и убьет всякого, кто не будет ему поклоняться. Ну, попробовали что-нибудь спросить. Да. Спросить. Вот у моей тещи, у моей тещи было два мужа. У моей тещи было два мужа. Разница сестра старшая, она где-то лет на 10 или 12 старше моей жены. Она от первого мужа. А потом уже после войны моя теща вышла замуж. И уже навернувшись с войны, да. И родилась моя жена. А знаете, что с я первым мужем была? Он спросил, какая у Сталина зарплата. Больше его никто не видел. Вот так. Все. А уже не говоря о том, что будет тому, кто не будет поклоняться образу зверя, да. Уже мы это такое наблюдали. Одиннадцатый стих. Он возжелает любви женщин. Если вы знаете, что Ешуа не имел сексуальных связей, то этот будет иметь женщин. Одиннадцатый стих. Одиннадцатый. Да пожелает любви женщин. Это все на основании вот этих восьми отрывков. Двенадцать. Он сделает метку для покупки и продажи, помните, и осуществления контроля над людьми. Двенадцатый. Он сделает метку для покупки и продажи и осуществления контроля над людьми. Тринадцатый момент. Он будет преследовать Божьих людей. Он будет преследовать Божьих людей. Даниила 8, глава 10 стих. Откровение 13, глава 7 стих. Он сделает метку до 12, да? Откровение 13, глава 16. Он будет преследовать Божьих людей. Народ Божий, я считаю, это и евреи, и христиане, да? Истинный, подлинный. Потому что многие есть людей, которые будут называться именем христиана и которые не будут преследовать Лжи-Мессия. Даниила 8, глава 10 стих. И Откровение 13, глава 7 стих. Четырнадцатое качество. Он осквернит храм. Матфея 24, 15. Он осквернит храм. Матфея 24, 15. Значит, будет ли это осквернен храм, который восстановлен, или это будет церковь, да, которая будет осквернена, и он воссядется там, как Бог? Мы не знаем. Точно. Пятнадцатое. Им будут восхищаться и ему поклоняться все, кроме истины верующих, Ишуа Мессию. Пятнадцатое. Им будут поклоняться и ему восхищаться все, кроме истины верующих, Ишуа Мессию. Шестнадцать. Он возглавит мировую церковь. Шестнадцать. Он возглавит мировую церковь. Причем, скорее всего, церковь объединится. Вот сейчас в церкви очень много разных разногласий, динаминаций. Но он создаст какую-то особую церковь, где будут ходить все динаминации. Может быть, даже и мусульмане, и кришнаиды войдут в эту церковь, да? То есть не будет уже разногласий, а все будут смотреть на него и поклоняться только ему. И не будет таких вот доктринальных или каких-то... Ну, сейчас вот тоже есть вот какие-то, да, вроде бы создание вот такое вот экуменическое движение. Опять-таки, экуменическое движение, это не есть движение лжи-мессии. Но это есть уже подготовка. Мы сейчас живем в эпоху подготовки. В эпоху подготовки. Видите, предсказывали экономисты, политики, политологи, что к 2007 году мир погрузится в хаос и кризис. Ну, начало появилось в 2009 году. Ну, так что мы не знаем, но есть некоторые предсказания, о которых можно полагаться. Я говорю, вполне возможно, что вы это увидите. Может, я так, слава бог, не доживу. Вот, ну, а вас уже живыми туда заберут. В царство Божие, да. Но после многих страданий. Так вы это увидите, потому что где-то к 2030-2050 году. Я говорю еще разочек. Я не говорю, что это будет конец света, но предсказывают некоторые не бабушка-гадатели, а политологи, экономисты, что будет вообще человеческая цивилизация прикосить свое существование. Это не так долго, как некоторые думают. Правда? Многие из вас доживут до этого времени. Хорошо. Он восславит мировую церковь, 16-й. 17-й. Он будет врагом Мессии Ежо. То есть официально, может быть, он и не будет отрицать его, но в действительности это будет лже-мессия, то есть враг Мессии истинного. Данила, 8-я глава, 11-й стих. 2-я Фессалоникийцев, 2-я глава, 34-й стих. 18-е свойство. Все, что он будет делать, будет иметь успех, кроме его последних действий. То есть первоначально все будет иметь успех, но в дальнейшем его ждет что? Крах. Хорошо. Его число. 19-е его число. Какое? 666, да? Да. Это, скорее всего, гематрия. Причем, я думаю, что это гематрия не на латыни, не на греческом и не на русском языке, да? То, что некоторые берут буквы русского языка и делают какую-то себе гематрию, это все профанация. Настоящая гематрия может быть только где? На иврите. На иврите. 666. Что это такое? Посмотрим. Вот. Есть переносное толкование, как золото, да, которое получал Соломон, мы уже об этом говорили. А может быть, 666, это конкретно его будет иметь такую гематрию. Да. 20-е его власть увеличится, но вся работа от сатана. И в конечном счете, в конечном счете, он будет поражен, 21-е, мессией, и это будет в конкретном героическом месте в Израиле, которое называется Гар-Мегидо, да? Гар-Мегидо, и мы знаем это место. Можем по карте найти, да? 21-е. Он будет поражен мессией в определенном месте, которое называется Гар-Мегидо. Это 2-е в Соломонии 2-я глава и Откровение 19-я глава. И еще важно. Вот так как Отец, Сын и Дух Святой, да, это три единства Божия, вот так Сатан, Антихрист и Лжепророк будут составлять сатанинское три единства, да? Три единства. Есть три единства Божия, есть три единства сатанинское. Значит, Бог Отец, да, Бог Сын и Дух Святой. Либо, значит, лже-сатан, лже-мессия, да, и лже-пророк. Лже-мессия и лже-пророк. Ну, есть рассуждение о Седьмине, о трех с половиной годах, а когда придет Ишуа, одни говорят до того, другие говорят после того, мы не знаем точно. Когда поживем, увидим, да, но все-таки лучше считать, что церковь подвергется определенным гонениям. Хорошо. Это общая часть. Теперь переходим к частности. Теперь переходим к частности. Лже-мессии и лже-пророки. Еврейские. Еврейские, да? Вы еврейские. Лже-мессии и лже-пророки. Значит, история лже-мессии и лже-пророков буквально начинается еще во времена Ишуа. Даже Ишуа ходил по земле, и уже были некто. И когда Ишуа арестовали, даже думали, а не тот ли этот галилеянин, да, который там собрал этих всех людей и куда-то поел, потому что Ишуа тоже был из Галилеи. Помните? Значит, был еще какой-то галилеянин. Вот попробуем разобраться в первых, в первых таких лже-пророках. Значит, февда, февда. Мы говорим еврейские, лже-мессии и еврейские, лже-пророки, да? Еврейские или еврейские? Еврейские. Февда. Февда. Деяние в 5 главе 34-39 стих. Став же в Синедрионе некто фарисей имени Гавлиил, законоучитель, приказал вывести апостол и сказал, мужи израильские, подумайте сами о людях сих, что вам с ними делать. Ибо незадолго перед этим явился февда, выдавая себе кого-то великого. И к нему пристало около 400 человек, но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин. И увлек за собой довольно народа, но он погиб, и все, которые слушались его, распалили. И на ней говорю вам, отстаньте от этих людей и оставьте их. Ибо если это предприятие, и это дело от человека, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не сможете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам и оказаться Богопротивниками. Да. Вот об этом самом февде, 5 глава Деяния, 34-39 стих, об этом февде упоминает также Иосиф Флавий. Помните, Иосиф Флавий как раз жил в то время. Он был свидетелем, очевидцем, может быть, даже он видел Ешуа, потому что есть у него некоторые описания. Ешуа, некоторые говорят, что там оно соответствует истине, некоторые говорят, что там более позднейшая вставка есть и дописка христиан. Ну, есть разные споры по этому поводу. Ну, вот Иосиф Флавий говорит так. Во время наместничества фидов иудеи некий февда, обманщик, уговорил большую массу народа забрать с собой все имущество и пойти за ним, февдую, к реке Иордану. Он выдавал себя за пророка и уверял, что прикажет в реке расступиться и без труда пропустить их. Кто через Иордан проходил в таком? Да, Игоша Бенун, Иисус Навин, да. Этими словами он многих ввел в заблуждение. Однако фид не допустил их безумия. Фад, который наместник был иудеи. Он выслал против них отряд конницы, которые неожиданно нагрянули их. На них многих из них перебило, многих захватило живьем. А с сервини воины отрубили самому февде голову и привезли ее в Иерусалим. Это восстание датируется 45-м годом нашей эры. 45-й год нашей эры. Римская конница их всех перебила. Иуда Галилеянин. Иуда Галилеянин был в 6-м году нашей эры. Он поднял восстание против римлян, используя перепись Квиринина. Поэтому сказано, что некий Галилеянин, да, во время, что в этой самой переписи был, да, Иуда Галилеянин. Улег много народу. Вот что о нем пишет Флавий. Некий Галилеянин Иуда, происходивший из города Гамалы, вместе с фарисеем Саддуком. Интересно. Фарисея звали Саддуком, в Саддуке, наверное, звали Фарик. Вместе с фарисеем Саддуком, или Цадоком, начал побуждать народ к оказанию сопротивления. Говорят, что допущение переписи приведет лишь к рабству. Они побуждали народ отстаивать свою свободу. Народ с восторгом внимал их реча. И таким образом предприятие получило еще более рискованный характер. Происходили постоянные разбойничьи набеги и умершления наиболее именитых граждан под предлогом преследования общего блага. На самом же деле, для того, чтобы получив, могли пользоваться имуществом умершленных. Отсюда возникли всевозможные возмущения. Происходил ряд политических убийств. Убийств, в отчасти, в следствии кровопролитной междоусобной борьбы. Если первое было задушено в 45-м году, это был 6-й год нашей эры. Они воспользовались тем, что перепись евреи не любили. Они подняли восстание, они казнили богатеев и разбирали все их добро. Похоже это на революцию. И такую вот создали гражданскую войну. Но в результате восстание было подавлено римлянника и Иуда был убит. А две тысячи его приверженцев были распятые. Так, делаем перерыв.